Ну, к войне, если нормальность, если не один нормальный человек не может хорошо относиться к войне. Как вы относитесь к тому, что ваше государство напало и захватывает территории в Украине? А я вам сейчас скажу. У меня родня и одногруппница. Они из Донбасса. Как вы думаете, как я отношусь? Доброй ночи. Вы блогер? Нет, что похоже на блогера. Ну, конечно, у вас наушники, нет эхо. Вы не пьяная, опять же. Ну, почему я сегодня выпила пиво? Ну, можно выпить пиво, но не быть при этом пьяным, правильно? Так зачем? Вот я тоже думаю, зачем. Вы из какого города вообще? Череповец, если вы знаете, где это. Череповец, да, знакомый. Сейчас я вам даже скажу. Это где-то север, по-моему, Вологодская область, нет? Все правильно, да. А-а-а, видите? Какой я географ? Паганель практически. Молодец. Да. А вы откуда? Я в Калифорнии живу. О, нифига себе. У вас есть еще Череповецкий металлургический комбинат, правильно? Большой очень. Ну, Северсталь. Ну... В этом параллельно гуглите, я так понимаю. Нет, нет, я параллельно занимаюсь кое-какими другими делами. Зачем мне гуглить? Зачем мне гуглить? Я помню, что Череповецкий металлургический комбинат... Как он, Северсталь... Ну, по Череповецким металлургическим кабинетам он в советское время еще назывался. Вот я с тех пор его и помню. Фасагра и Северсталь. Ага, Северсталь, я понял. Что у вас там делают? Только сталь, да? Льют сталь или какие-то конструкции делают? Слушайте, ничего, дофига делают. Я вообще к металлургии отношения не имею. А вы в какой сфере трудитесь? Я? В домохозяйстве. А, у вас муж содержит? Да. Хорошо вам. Хорошо, а муж чем занимается? Подрядчики на Фасагра. Что такое Фасагра? Это что? Это вся Европа, вся Россия. Нет, что это такое вообще Фасагра? Я не понимаю, что это за слово. Химические удобрения. А, ага, понял, понял. Химические удобрения. На что санкции накладываем, а на это не накладываем, потому что ни у кого не будет урожая без Череповецкого Фасагра. А, прикольно. Слушайте, хорошо. Хорошая у него зарплата хватает вам, да? Хорошая. Сколько он получает, если не секрет больше? А, не знаю, может, вы пишете. Ну, как? Ну, что? Это что, секрет, что ли? Хорошо, скажите, сколько у них получают на таких должностях, как ваш муж от и до, скажем, вилку? Он подрядчик. Он не на самом работе. А, он не на самом работе. Нет, он не подрядчик. Подряд. Ну, вот я вам, например, скажу. У меня, как она, мини-подруга, хорошая знакомая, скажем так. А она элементы получает. Я не знаю, сколько это доллар. Сами знаете. Нет, нет, в рублях, в рублях. В рублях у нее элементы 120 тысяч. А элементы составляют сколько? 30, 40? 20, 25 процентов. 130 тысяч, 25 процентов? Да. Это, то есть, 520 тысяч получается 100 процентов. Ну, он не рабочий. Я же не говорю, что он лопатый. А, нет, ну, если он там большой. Я же не говорю, что он лопатый. Нет, он небольшой лопатый. Просто начальник там. Не буду говорить, чего. Ну, не важно. Это очень большие деньги, на самом деле, да. Слушайте, ну, а вот Череповец же маленький город, насколько я помню. 320 тысяч. Ну, сколько я помню. Ну, такой, ну, средний, скажем, да, для России. Ну, он промышленный город. Промышленный, да, да, да. Вам нравится, вот как устроен Череповец, инфраструктура там и так далее? Ой, слушайте, а что вы имеете в виду про инфраструктуру? Ну, вот смотрите, Москва, Москва. Я не люблю Москву. Нет, нет, я говорю про порядок, вот про инфраструктуру. Все вылизано. Магазинов много, то есть, много мест, куда пойти там и так далее, и так далее. Дороги хорошие. А Череповец как? У нас дороги вроде никогда плохими не были. А, в Череповце не были плохими, да? Нет. А вы куда-то ездили за пределы Череповца? Нет, я, блин, сижу тут только до дачи. Да, ну, конечно. По всей России мы особенно путешествуем на машине. И везде прям хорошие дороги? Ну, слушайте. Или вы только по федеральным трассам ездите? Ну, вот, например, ну, это было очень давно. Я, например, ситуацию не знаю на данный момент. Например, в Карелию мы когда ездили, ой, сейчас вам скажу, это было лет 8, наверное, назад. Федеральные трассы хорошие. Как съезжаешь, когда съезжаешь, жопа жопная. Это в Карелии. Я не знаю, опять же, ситуацию на данный момент. Да, вы знаете, то же самое даже в Подмосковье. Ну, я не знаю. И я на даче без проблем ездил. У нас везде с дорогами вообще проблем нет. У нас именно вкладывают в дороги. Например, между Володой и Москвой и так та хорошая трасса была. А сейчас ее двухполосно с двух сторон делают. Вы считаете, вот, Путин за время своего правления, ну, все правильно делал? Или у вас есть претензии к власти путинской, имею в виду? Ну, я поняла, на что вы настроены. У меня нет претензий. Ну, как я настроен услышать ваше мнение? Как понять, на что я настроен? Слушайте, я пережила перестройку, я пережила 90-е, 98-й год. И все на свете. Для меня лучшего президента за этот короткий период, что он сделал страной, до медали ему. Ну да, орден Святого Лаврентия. Да, ради Бога. С закруткой на спине. Слушайте, а вот как вы, я понял, как вы относитесь к тому, что Гаагский суд его объявил в Роте? Да, насрапин на Гаагский суд. И вы знаете, к решению этого суда присоединилась сейчас Армения даже. То есть, если он приедет в Армению, его там арестуют и выдадут Гаагскому суду. Как вы к этому относитесь? Я говорю, я поняла, про что вы говорите. Я говорю, вы здесь не живете, и вы не видите, что произошло с Россией за его правлением. А может, это не за его правлением, а за вот такие цены на нефть произошло? Может, его правление к этому вообще не имеет отношения? Да, да, конечно нет. Чиновников никто не гнул, никто ничего не делал. Вы реально считаете, что чиновники, чиновники, у вас коррупция, это система, образующая банки, правильно, в вашей экономике? У нас за последние 4 года такой мэр, да в попку готовый вот целовать, что он сделал с городом за 4 года. Это от человека ведь все зависит. А понимаете, Путин, он не может следить за всеми. Вот он сидит, и он что должен? И налогу контролировать, и каждого мэра, в каждом Улюпинске, Упупинске, каждого контролировать должен. Нет, каждого мэра он не должен. Мэра должен контролировать губернатор. А Путин должен контролировать губернаторов. А он этого не делает, потому что губернаторы, у вас все миллиардеры, и все воруют, и об этом все знают. Вы на свое Байдена посмотрите, которое двух слов сказать не может. А, это вы считаете, то, что Байден не может сказать двух слов, оправдывает то, что у вас все губернаторы воры, миллиардеры, да? Да вы с чего это взяли? А я вам расскажу, с чего. Смотрите. Ну вот, давайте я... Я вам расскажу, с чего. Жириновский лично покойный, когда он был жив, он говорил, вы посмотрите на каждого губернатора. Их всех надо расстрелять, сажать. Что не губернатор, то миллиардер. Я вам расскажу... Это слова Жириновского. Я не могу перекричать вас, потому что все спят. Перекрикивать не надо. Когда я говорю, можно слушать. А когда я заканчиваю, я вас слушаю. Это же так диалог строится. Ну вот, я вам на примере нашего мэра расскажу. За частный случай меня не интересует. Так вы понимаете, все зависит от людей. Это хоть в поликлинику пришли к врачу, зависит, как человек относится. К сожалению. Тот же мэр, тот же губернатор, это все зависит от человека. Обустроенном государстве, это зависит от человека. Обустроенном от системы, понимаете. Система не даст человеку работать хорошо или плохо. Если он работает плохо, система его вытеснит. А в вашей коррупционной системе... Вы живете в своей Калифорнии и живете... Вы чего со своим уставом в наш монастырь лезете? Нет, нет, я же ваше мнение меня интересует. Нет, вас не интересует мое мнение. Вас вообще абсолютно не интересует мое мнение. Вы давите на меня и говорите, как у меня плохо, а как у вас хорошо. Я не сказал, что у вас плохо. Я сказал, что у вас воры во власти. Я говорю, всех подалду к ребенку, гости не надо. Совершенно верно. А в Америке нет ни одного ворюги-губернатора? Вы знаете, все ворюги-губернаторы сидят в тюрьме. Да, конечно. А у вас на каждого губернатора вот такие досье, фактов миллион и ни одного не возбуждено в голову. Слушайте, ну я поняла, что с вами говорить нет. Кроме Фургала, который нелестно отозвался о власти просто. Вы оставайтесь со своим мнением. Ладно, хорошо, бог с ним. У меня последний вопрос. А как вы относитесь к войне в Украине? Ну, к войне, если нормально относиться, ни один нормальный человек не может хорошо относиться к войне. Как вы относитесь к тому, что ваше государство напало и захватывает территории в Украине? А я вам сейчас скажу. У меня родня и одногруппница. Они из Донбасса. Как вы думаете, как я отношусь? Я думаю, что если вы нормальный человек, вы должны очень плохо к оккупации относиться. А если ненормальный, то тогда вы можете относиться к... Я говорю, у меня там живут родня и одногруппница. И еще, ну, как хорошая подруга. И как они рады, что пришел русский мир, и они в нищете в полной вынуждены были убежать оттуда? Они рады, что русский мир пришел туда? Вы больны? Их 8 лет Украина дамбила. Кто? А, дамбила бомбас, да? Ой, слушайте, все. Кто вам это сказал? А, все, да. Дамбила. Это она сказала, дамбила. Это не я сказал. Знает, блин. Ой, опять дамбили. Ну, так мы и назовем ролик. Череповецкую домохозяйку дамбит. Вот так мы назовем ролик. Субтитры подогнал «Симон»